Здравствуйте! Мы понимали, что были перед этим туром единственная команда из всех команд, играющих в Куке России с нулем. Конечно, нам это не нравилось. В принципе, то, как мы выставили такой состав, мы не отходили от того, что мы запланировали вообще. Вот на эти кубковые матчи была ротация. Игроки основного состава чуть меньше, наверное, у нас сыграли, чем те ребята, которые меньше игровой практики имеют. Плюс там некоторые ребята после травм восстановились, и еще у них было время, к сожалению, для Ушакова, совсем короткий отрезок времени, который мы могли дать. Но в целом, если говорить по игре, то наши действия, наверное, более такие были качественные на протяжении всей игры. Смазала концовка такое. Не получилось закончить матч, спокойно, не получилось на ноль его закончить. Но, тем не менее, думаю, что ребята сыграли хорошую, качественную игру. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Игорь Витальевич, в первую очередь, наверное, интересует состояние Егора Ушакова. Вы можете сейчас сказать, что с ним? Мы видели, как Скорая выходила к нему на поле? Да, Скорая. Но здесь, не знаю, Скорая. Знаю, что Скорая его увезла на поле. Я не видел Скорую. Скорая его увезла. Он уже находится в отеле. У него сотрясение мозга. Решение о том, будем ли мы его брать с собой на... У нас два завтра перелета будет принято утром, потому что сейчас состояние у него такое вполне нормальное. Но если вдруг станет хуже, значит, мы какое-то медицинское решение может здесь оставим, может долечивать, может еще что-то. Да. Но пока предварительно вот такой ответ. Еще вопрос по Владимиру Писарскому. Как вы оцените его сегодняшнюю игру? Потому что местами казалось, что как будто он чувствовал себя как не в своей тарелке. То, что он забил гол, это в первую очередь то, что мы от него ждем. И гол забит не при счете там 3-0, а действительно в тот момент, когда нам нужно по-настоящему забитые мячи, чтобы уже немножко сдвинуться в этой игре с мертвой точки. Но когда ты пропускаешь 4 месяца, трудно оставить чувство игры. И я, наверное, то, о чем вы сказали, о чем вы подумали, наверное, это вот то чувство игры, которое бывает, когда ты в нормальной, хорошей форме. А сейчас ему надо вернуть эти навыки, вернуть понимание игры. И, в общем-то, у него уже сейчас немного так вот... Это сейчас уже не первый матч. Мы один товарищ в перерыве на сбору сыграли, где он тоже много, большое количество времени получил. Выходил уже на замену. Думаю, что он уже вообще в шаге того, чтобы быть готовым полностью. Игорь Витальевич, от Павел Будников, Матч ТВ. Сегодня такая историческая игра получилась с главным арбитром, с женщиной, как вот ее дебют вам. Ну, для вашей команды исторически, да, и успешно. Ну, я вижу в других чемпионатах такие ситуации, такие, ну, судейства на уровне премьер-лиг уже есть. Вот. У нас, я не знаю, ну, пока первый раз я вижу, понимаю, что это кубковый матч. Понимаю, что, да, повезло нам всегда, как обычно, протестировать чего-нибудь, кого-нибудь. Ну, не могу сказать, что вот что-то прям, что явно бы выделяло, отличало от судейства такого мужского, очень явного. Ну, наверное, чуть быстрее реакция у мужчин в этой ситуации. Ну, мне трудно что-то комментировать. Я не знаю то, как их готовят, как подводят. Вот, условно, любой арбитр, который судит команду премьер-лиги, он уже привык к скорости определенной в матчах не первенства города, а в матчах ФНЛ, допустим. Ну, там, каждый, там, из этих судей, даже самый лучший, перспективный, там, пока 30, 50, 70 матчей не отсудят, вряд ли они имеют шансы подняться вверх. В принципе, и как и наши ребята, как и любой футболист. Поэтому, не знаю, ну, наверное, я бы мог вспомнить какие-то моменты, где то или и решение надо было принять по-другому или побыстрее. Но, в целом, думаю, что игру она не испортила. Спасибо. Еще будут вопросы, коллеги? Водец Лавшитов сегодня вышел на поле в первом тайме, а во втором был заменен. В чем причина? Он не вошел в игру? Нет, нет, ни в коем случае. И у него была травма с ССК, и даже не в этом дело. То есть, мы планировали дать ему в районе 45 минут. Да, мы считаем, что больше нагрузка после такого матча, как был у нас ССК, ему не нужна. И так как он вышел, ну, там, не знаю, на минуте 18, наверное, я точно не могу сказать. Мы примерно такое количество времени ему и дали, и поменяли его планово, отталкиваясь от того количества времени, которое мы считаем этот молодой футболист сейчас может выдержать, чтобы не получить, там, усугубить, у него есть, там, проблемки, травмы, и быть готовым к следующему матчу. Если нет вопросов, спасибо. Спасибо.